Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня у нас 11-я часть энциклопедии Зелёного Слоника и сегодня у нас мемориальный выпуск, посвящённый смерти Отто Мюлла. Это один из важнейших представителей венского акционизма, и он бы нас, конечно, совсем бы не интересовал, если бы он не был поехавшим, выражаясь в вашей любимой терминологии. Отто Мюлл – это человек, который произвёл неизгладимое впечатление на Светлану Баскову времён конца 80-х и начала 90-х годов. Надо вам сказать, что Светлана Баскова тогда очень активно путешествовала по Европе и Америке, и в какой-то момент судьба занесла ее на территорию Австрийской империи, то есть в город Вену пресловутый, и там она познакомилась с одной австрийкой или немкой, я уже не помню точно, но, в общем, одной молодой девочкой, художницей, с которой у нее завязались какие-то отношения. Это ее новая знакомая, она вплотную была связана с коммуной Отто Мюлла. Фридрихсдорф, да, называлась эта коммуна? Я не уверена, что я правильно произнесу. Ну да, ну хорошо, неважно. В общем, с этой самой коммуной пресловутой, которую вы можете видеть, что из себя представляла эта коммуна, хоть как-то вы можете видеть, в пресловутом фильме «Свит муви» кого? Душина Маковеева. Душина Маковеева. Одного из классиков арт-хауса, такой черной комедии на самом деле. Это «Блэк Уэйв», то есть черная волна в Югославии. В Югославии. В 60-е годы. Это очень важно. Значит, на самом деле, опять же, для понимания, что такое зеленый слоник. Зеленый слоник – это вот такой продукт, который посеян на русской почве. Это зернышко того самого удивительного времени, которое взошло на российской почве в 90-е, в конце 90-х, с большим, так сказать, запозданием, после всяких переосмыслений, переконфигураций, метаморфоз, оно все-таки взошло, как такой гибрид, как GMO, такой 90-х. Вот. И такими катализаторами были вот как раз венские акционисты. На самом деле, для того, чтобы не быть голословным, я сейчас не буду вам показывать какие-то картинки, потому что мы снимаем в одном из заповедников, в лесу, в общем-то, здесь у меня нет компьютера, и я не собираюсь ничего вмонтировать сюда в это видео, потому что я принципиально не занимаюсь монтажом того, что мы снимаем в последнее время. Вот. Я ленюсь, честно. Я могу и так просто без всего этого. Так вот, если вам это интересно, вы можете зайти просто погуглить и найти Отто Мюлла. Одна из фотографий, которую я поместил у себя в ВКонтакте, она как раз, по-моему, очень хорошо все иллюстрирует. То есть это вот такие люди, облитые кровью. То есть это использование буквально той же самой фактуры. Кишок, перьев, настоящей крови животных. У Мюлла была очень много краской тоже. Да, у Мюлла была и краска. Самое главное, что он сидел в тюрьме, 7 лет сидел человек в тюрьме за педофилию так называемую и распространение наркотиков. То есть очевидно, что эти статьи пришили ему прежде всего за политику. Политика заключалась его в том, что он был леорадикалом. Он принимал непосредственное участие, главенствующие части в пресловутой акции во время одного студенческого... Это 70-х годов было или в конце 60-х? Это конец 60-х годов. Это называлось искусство-революция. И было это в одном из университетов. Было организовано тогдашней социалистической партией Австрии. Конференция. Да, конференция. Отто Мюллу и его тогдашним близким друзьям, в частности Курту Крену, было это все категорически поперек. Они считали, что это недостаточно радикально, что это просто пустая болтовня, что на самом деле надо выступать действительно по-настоящему брутально против режима тогдашнего. Они видели в этом режиме буквальный поворот к фашизму, который действительно происходил в германо-говорящих странах того времени. Собственно говоря, появление роты армии, фракцион, обусловлено этим курсом. А тогдашние лидеры Австрии – это люди, которые прошли войну, скажем, бывшие ветераны и прочее. Несмотря на то, что имела место так называемая травма, поствоенная травма, связанная с травмой того, что Гитлер рожден в Австрии и так далее, что вот оттуда все зло пошло. Тем не менее, курс тогдашнего политического руководства Австрии все равно так или иначе очень смыкался с консервативным профашистским курсом, развивавшимся в странах бывшей Европы. И поэтому эта конференция, значит, она, по сути, подводила какие-то определенные итоги, но была очень нерадикальной, очень мягкой, очень софти. И смыкалась, например, с какими-то установками того времени Бойса, который был одним из создателей так называемой «зеленой партии», которая не имела отношения к левой экологии, она имела отношения к правой экологии. Бойс был правым радикалом. И в отличие от венских акционистов, которые были, конечно же, леваками настоящими, несмотря на то, что Отто Мюл, как это ни парадоксально, это человек, который дослужился до лейтенанта в Рихсвере, то есть это человек, который служил во время Второй мировой войны на стороне Гитлера и принимал участие в битве при Орденах и так далее, и так далее. За это имел какие-то ордена. То есть это такой человек, который, во-первых, мы из этого можем сделать вывод, что это достаточно смелый человек, то есть он не боялся рисковать своей жизнью, как, наверное, немало молодых людей, но не каждый из них получает награды за это всё. Так вот, представьте себе, что этот человек полностью пересмотрел... Я не знаю, насколько действительно он участвовал... Он не был доброволец, мы его просто забрили в армию тогда. Это существенно отличает его от многих других, которые шли по идеологическим убеждениям, потому что им нравился режим. Однако то, что он успел дослужиться до лейтенанта, это очень о серьёзном говорит, безусловно. То есть здесь уже речь о несгибаемой воле, о амбициях в начале военного, во время войны, а затем уже художника, художника, который серьёзно повлиял на... Не только на Европу, на представление Европы о том, что такое радикальное искусство, но и на Америку, безусловно, на очень многих людей. То есть он повлиял на весь мир практически. То есть, конечно же, как один из представителей венского акционизма, но надо заметить, что он был один из самых радикальных людей. Он создал свою пресловутую коммуну, в которой процветала так называемая свободная любовь, очень раскрепощённые отношения, левая идеология. То есть это такая коммуна хиппи. А также она имела некие терапевтические функции. То есть надо отметить, что венские акционисты – это люди, которые исповедовали психоанализ, как способ излечения от травмы войны и многих других травм. И делали свои мистерии, перформансы, акции, порой замкнуты не на улице, а в какой-то среде, особенно подготовленной, как арт-терапию, по сути. Так вот, вернёмся к Светлане Басковой, которая была очарована фигурой Отто Мюлла тогда. Тогда он ещё находился на свободе. Через некоторое время он отправился в тюрьму буквально на глазах у Светланы. Она носила ему даже передачки туда, вместе с другими членами коммуны. Коммуна её крайне очаровала. Насколько я знаю, она некоторое время проживала в этой коммуне. Она собирала какой-то материал, хотела снимать об этом кино или что-то такое. Была какая-то документация этого всего, какие-то её впечатления. Однако всех подробностей я не знаю. Когда через многие годы я её спрашивал об этих вещах, она уходила от ответа. Может быть, ей казалось, что это немножко юношеские переживания. Лучше ей говорит об этом, я так считаю. Что? Ну, какие-то юношеские переживания. Я не знаю, я не знаю. То есть человек уходил просто от ответа, не рассказывал никаких подробностей. Я просто могу делать какие-то выводы в данном случае. Что да, на неё это серьёзно повлияло. Да, она с этим соприкасалась не по книжкам, не по журналам, не по каким-то фотографиям в интернете, а буквально, так сказать, вот контактируя с этими сами людьми, которые, проживая в коммуне, они занимались радикальным искусством. Вот в фильме «Свит муви» как бы показано, как живёт такое что-то вроде «Несколько часов в жизни коммуне». Фильм «Макавеева». Фильм «Макавеева», да. А там как бы видно, что они делают всё то, что делают персонажи «Зелёного слоника». То есть они там как бы испражняются, блюют, занимаются сексом и так далее, и так далее. Всё то, что как бы в «Слонике» потом репрезентировано уже, так сказать, как жизнь вот этих самых персонажей. Ну, контекст другой совсем. Контекст абсолютно другой, контекст совершенно другой. Но визуально, если мы возьмём какие-то имиджи «Слоник» и сравним их с имиджами того времени венских акционистов, то это будет удивительно похоже. По цветовой гамме, по вообще очень многим вещам. Идеологически этот продукт, наверное, немножко отличен, безусловно, от «Мюла». И Светлана не ставила такую задачу точно сделать его абсолютно похожим. Конечно же, просто как на автора впечатлительного, эмоционального. Это всё не могло не повлиять на неё. И, видимо, вынашивалось в её голове как визуальное решение и так далее. И потом было осуществлено в зелёном «Слонике». Что ещё можно добавить? Да, можно считать «Слоника» арт-терапевтическим продуктом, можно ли его считать психоаналитическим продуктом. Безусловно, можно его считать таким. И то, что вы увлекаетесь этим, и то, что это вас зацепило, это как раз свидетельство того самого. Так, в следующий раз будешь отвечать на вопросы? В следующий раз, да, я как бы на самом деле имею какие-то вопросы. Мне кажется, что вопросы повторяются, просто кружатся по кругу. Я, безусловно, опять отвечу на всё, что вы задаёте. Но, пожалуйста, подумайте над тем, чтобы вопросы были более оригинальные. Смотрите, пожалуйста, старые передачки, потому что в них очень многое есть того, чего вы спрашиваете опять. Как бы крутиться вот так вот, работать на тех, кто ещё не дослышал и не досмотрел, я, честно говоря, не очень хочу. Я буду говорить, что это скорее новое, чем опять кружиться по кругу. Спасибо за внимание. На этом сегодняшний мемориальный выпуск, посвящённый смерти Оттон Мюла и его влиянию на Светланы Баскова. Зелёный слоник, я считаю, закрытым закончен. Ставьте лайки, а, соответственно, френдите меня в Ютубе. Чао-чао!